Лес и экономика тема хорошая и правильная. Но самое опасное это те, кто занимаются нашими мозгами и наукой. Вновь хочу обратить внимание на Министерство образования и науки. На днях, буквально вчера, позавчера провели обыск. Такого еще не было у нас. То есть коррупция дошла до уровня замминистра образования Камолов. Ему от внезапности, он думал, что министерство, вывеска, никто не зайдет. Даже скорую помощь пришлось вызывать. А связано с арестом ректора университета управления. Видите, 7 миллионов только за подписание контракта, чтобы обслуживать здание вуза. А ниточки ведут туда. Пока к замминистру, а потом, может быть, и на министра выйдем. А теперь посмотрим, что у нас сегодня происходит с такой хорошо раскрученной темой проекта, мегапроект пресси «Антиплагиат». Вдруг с приходом министра Ливанова сто лет никто этим не занимался. Ведь можно проверить древних философов. Там ведь тоже, может быть, кто-то у кого-то что-то переписывал. Мысли-то у нас гуляют в головах всех людей каждый день и час. Поэтому тема диссертации, особенно докторской, это вклад в науку. И это не стадион, чтобы здесь с цифровыми показателями доказывать, где какой кусок диссертации схож с какой-то другой. Не в этом смысл диссертации. Они, те, кто этим занялись, показывают, что они бывшие двоечники. Поэтому смысл диссертации – это расширить кругозор наших знаний. И не количество страниц играет роль. Не зря в правилах защиты докторской диссертации говорится о том, что нам звание может быть посвящено вообще по совокупности трудов, изданных данным диссертантам. Или, может быть, сделан научный доклад. Но никакого значения не имеет количество страниц диссертации. Но, тем не менее, появилась эта фирмочка «Антиплагиат». Кто ее создал? На каком основании какая-то коммерческая структура вдруг берет на себя право решать, какой ученый в прошлые года, за десятилетия, был достоин или недостоин присуждения ученой степени или звания. Это дело государства. Это могли делать только ученые. Кому передали фирму «Антиплагиат»? Кто этот товарищ, который сегодня будет этим заниматься? Чем он занимается сам? Его фамилия отвратительная. Не хотелось бы даже ее и произносить. Но главное, чем он занимается? Фунтов, Виталий. Мусором. Это что такое вообще? Человек занимается сборкой мусора, а он оказывается во главе фирмы «Антиплагиат». То есть он распределяет, какой мусор на земле. И одновременно у него голова работает на то, чтобы определить, каковы наши ученые. Но давайте посмотрим, почему это сделано. Ливанову выгодно пробивать свои какие-то проекты. Вдруг какой-то ученый или чиновник, даже чиновник, высказывает противоложную точку зрения. Ах, так ты против меня. Ты против Ливанова? Откуда-то такого выискали только. И сразу запускают систему «Антиплагиат». Оказывается, у этого чиновника плохо с диссертацией. То есть вот это способ оружия. Способ давления на тех, кто не согласен с этим министром. Ибо вся эта схема появилась только вот сейчас. С приходом этого министра. Я уже сказал, кто занимается и на коммерческой основе. Кто дал право подсоединять к фондам государственной библиотеки коммерческую структуру. Да еще за деньги. Представляете, какое поле для коррупции опять разводит наш министр образования? По всей стране они сейчас внедрят. И везде за деньги будут получать информацию, продавать информацию. А база данных? Чего вдруг исчезла из базы данных все диссертации помощников Ливанова? Боятся, что можно этот антиплагиат повернуть против них. Против самого Ливанова. Вот как бы схема, так сказать, когда надо кого-то избавиться от чиновников. Запустили эту, так сказать, антиплагиат. Чиновник постромлен и пошли идеи Ливанова. А уже никто не спорит. Все боятся. То вот мы не боимся. И будем разоблачать этого министра. Посмотрите, как он расправился с первыми же четырьмя. Как пример. Совершенно разные чиновники. В том числе и наш депутат Бурматов. Чем не понравился Бурматов? Ему не понравился список неэффективных вузов. Ах, тебе не нравится. Как мы список делаем? Теперь мы тобой займемся. Ударили по Бурматову. Но не понравился и бывший зам председателя высшей институционной комиссии Данилов. А он чем не понравился? Он автор учебника, по которому учатся наши дети сегодня. А Ливанову хочется свой учебник запустить. Зачем учебник маститого ученого? Надо его постромить, очернить. И тогда, конечно, эта цель была достигнута. Булаев, руководитель Федерального агентства по образованию. Разноклассие внутри по вопросам образования в сфере образования. Андрианов. А этот чем не понравился? А дружен с Садовничем, ректор МГУ. А Ливанов стоял в конфронтации с Садовничем, как союз ректоров России. Вот так вот они борются. Достаточно только четыре примера показать, как Ливанов расправляется с теми, кто ему не угоден. Бабурин вообще поломал. Я просто целый доклад уже читать. Когда Ливанова арестуют, тогда мы уже этот доклад весь дадим вам. То есть он рулит всей этой музыкой. Заказывает ее. И подавляет любое сопротивление. Есть у него зам. Игорь Федюкин. Я уже здесь вам говорил о нем. Защитился в американском университете. Диссертацию не найти. Сразу приходят товарищи с ЦРУ. Почему вы интересуетесь диссертацией? То есть он замминистра русского образования. А защищался... Хорошо, имеешь право учиться за границей, защищаться. Но покажи диссертацию. Попробуйте получить его диссертацию. Сразу спецслужбы США интересуются. Потому что клиент их. Клиента внедрили в систему образования. Вместо с Ливановым прочистить мозги всем школьникам и студентам России. Чтобы они были управляемыми. Что лес там вывозят? Это всю страну вывезут с будущими учениками Ливанова. Этот Федюкин, значит, он озвучивает все. Как его зам. И, естественно, значит, курирует в СМИ. Он. Все, все газеты у него берут интервью. Как вот дальше что решать. А его тему диссертации я уже и сговорил. Он восхваляет бероновские времена. В 17 век. И считает, что только немцы должны управлять Россией. Это чудовищно. И он рулит нашим образованием. В своей диссертации делая вывод. Это вывод, да? Это же в чистом виде иологическая диверсия. Что пускай теперь снова немцы рулят Россией. Вот там Ангела Меркель указывает Кипру. Как ей с русскими деньгами поступать. Видите? Напрямую трудно сюда ворваться уже. Гитлер пытался. Давай через Кипр Ангела нам будут указывать. Где нам потерять наши деньги очередные. А дальше кто там есть такой? Артем Никитов. Он тоже создал эту фирму. Михаил Гельфанд. Вы посмотрите. Он член Координационного совета оппозиции. И член общественного совета при Минобразовании. Как оппозиция. Всем выгодна государственная структура. Бороться с их оппонентами. Оппозиция на улице болотная. Борется с существующей политической научной элитой. Через своего ставленника в Минобразовании. Он и там, Гельфанд, и здесь. А он как докторскую защищал. Спира кандидат математических наук. А дальше-то не может. Докторские-то выводы. А выводы не может сделать. Да, становится доктором биологических наук. Вот давайте все это тоже можно проверить. И увидеть, кто окружает этого министра. Поэтому технология антиплагиата никому неизвестна. Муть сплошная. Полная коммерциализация. Все на коммерческой основе построено. И мутность всей этой конторки. Я уже сказал. Во главе Виталия Кфунтов. Который совершил... Он гендиректор. Это ЗАО. Антиплагиат. ЗАО. ЗАКРЫТОЕ. Акционерное общество. Значит, данные их открытые. А общество закрытое. Только свои люди имеют доступ. И они выносят какие-то вещи. Значит, создали рынок целый. И соответствующие преференции. Поэтому все это создано министром Ливановым. Все это направлено против нашей страны. С целью подрыва репутации ученых, преподавателей, ректоров. И во главе стоит министр. Это не министр образования. Это министр ликвидации образования. Или поворота его в нужную сторону. Поэтому наша с вами задача, комитет по образованию, добиться скорейшей отставки министра Ливанова. Как диверсанта, провокатора. Человека, который наносит огромный вред всей системе образования и науки в нашей стране.